Редколлегия Гранд Бёрд на мосту через реку Коинга слетел с этого моста, погибло 19 человек и ну конечно сейчас очень сильно обсуждаются в крае пассажирские перевозки, то как это устроено и Юлия сама решила проверить насколько безопасна эта дорога, насколько комфортна дорога на маршрутке, на автобусе от Читы до Сретенска и только что вернулась, Юлия, ну твои впечатления, что ты увидела, что испытала? Ну люди совершенно точно боятся сейчас ездить ездить по этому маршруту особенно моя поездка началась с того, что зашла в маршрутку бабушка, одна из пассажирок, которая едва ли не крестясь сказала, ну господи, может мы на смерть поехали, там конечно девушки зашипели на нее, зашикали, но общее настроение такое настороженное, что по дороге в Сретенск, что по дороге в Читу у меня впечатление, что просто сейчас не хватает проверок, если честно потому что водитель, водители многие, они адекватные люди, с ними можно разговаривать, можно договариваться, но когда эти люди чувствуют, что какие-то моменты они могут упустить и это будет безнаказанно, ну рассчитывают на русский авось точно так же было с нашими, с нашей маршруткой, когда должен был приехать большой автобус, люди видимо планировали, в том числе и багаж, вместо большого автобуса подъехала маршрутка маленькая и багаж пришлось ставить даже в проход, если что-то бы случилось, не дай бог, ну то есть как бы мы полезли через эти сумки, вообще непонятно. Ну, ты говорила еще про какие-то примеры там, про то, что один человек не мог пристегнуться, да, про количество проверок на дорогах, вот про это еще чуть-чуть. У нас был случай, когда мы поехали, только-только начали выезжать из Читы, зашел водитель, который попросил всех пристегнуться, внимательно смотрел, как мы пристегиваемся, один мужчина пристегнуться не смог. И мужчину, ну просто вот этим ремнем привязали, вот, когда ехали обратно уже на это кресло никого не посадили, но тем не менее, вот такие случаи есть. И во время дороги и туда, и обратно документы у водителя проверили на одном из постов, но всего лишь один раз к нам зашел сотрудник ГИБДД, который посмотрел, осмотрел, что есть у нас ремни безопасности, но проверяют только это. Наша маршрутка была вообще наглухо закрыта, было холодно, видимо, это для того, чтобы... Ну, а что значит наглухо закрыто? А это значит, что окна у маршрутки, окон не было, то есть это полностью закрытые тканью окна, и прямо до пола, практически до середины, вот, это полотно. Получается, окно есть только у водителя, да? Да, то есть мы ехали как в темнице, и вот была небольшая... Все остальные пассажиры, как в капсуле, просто в абсолютно темном салоне ехали от Читы до Сретенского, да? Да, ничего не не ехали. Сколько там, 200, там сколько-то километров, помню? 327. 327 километров. А дороги туда? Дороги разные. Нет, в смысле, дороги туда по времени? По времени, это 6 с лишним часов у нас получилось, может быть, даже 7 часов с учетом остановок, с учетом того, что мы не вовремя выехали, и где-то народ высаживался, где-то наоборот, мы подбирали на пути людей. Ну, а еще, вот ты говорила про какие-то штрихи к комфорту, что там с печкой не все в порядке, да? Да, с печкой было очень весело, у нас были, было два варианта, либо ехать в очень холодной маршрутке, либо ехать в маршрутке, которая становится просто филиалом АДО для тех, кто там сидит рядышком с печкой. Просили водителя как-то отрегулировать температурный режим, но он разводит руками, говорит, что, ребята, я вас понимаю, но ничего сделать не можем. В результате пришли к тому, что давайте мы на 30 минут будем включать печку, а потом на 30 минут отключать. Сколько стоит вот эта комфортная поездка сейчас? Ну, этот комфорт стоит 800 рублей в один конец. То есть для того, чтобы несколько часов в темноте, в холоде или жаре безальтернативном, да, протрястись в тесной маршрутке, набитой вещами, нужно заплатить… Да, непонятно, пристегнутому или не пристегнутому, и как ты доедешь, в итоге вообще не ясно. Друзья, ну, у Юлии практически готов текст, на момент, когда вы увидите это видео, он уже будет в нашей ленте. Мы пока даже, по-моему, не знаем заголовок его. Ну, мы уже примерно представляем. Но мы над заголовком еще отдельно подумаем, в общем, найти этот текст не составит труда, но здесь и сейчас хотелось бы сказать, что действительно проверивший на себе вот эту поездку человек говорит о том, что, во-первых, не хватает проверок для порядка на дорогах, ну, а во-вторых, остро не хватает комфорта элементарного человеческого отношения не от водителя, а именно от состояния транспорта. От перевозчиков. На этом пока все. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.